Практика проведения внезапных проверок российских вооруженных сил будет продолжена. Она дает хорошие результаты. Так оценил учения, которые начались в понедельник, президент Владимир Путин. Во время видеоконференции с Крымом начальник генерального штаба Валерий Герасимов доложил главе государства министру обороны о том, как отрабатывают маневры войска Южного военного округа. Все подробности в репортаже Тимур Сиразиева. Театр военных действий в Крыму развернулся одновременно на суше, в воздухе и на море. По легенде учений, с моря 17 кораблей Черноморского флота, включая новейший серпухов и зеленый дол, вооруженные ракетами «Калибр», сопровождают высадку десанта и морской пехоты. На берегу их встречает артиллерия и танки. Задача наша здесь поразить цели на воде. Это будет корабль и условная цель 2 Буя на расстоянии 5000 метров. Корабль действительно будет мишенью, будет произведен залп с 10 танков одновременно пять раз. Фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-25 и Су-34 группами заходят над плацдармом. Замаскированные цели у словного противника обнаружены, а без вредить их дело всего нескольких минут. Огромные волны и шквалистый ветер, который буквально сбивает с ног, не помешал передовой группе десантироваться с вертолета Ка-27. А дальше в наступление переходит пехота. В связи с проведением внезапных учений в Крыму усилена концентрация войск. Из Новороссийска через Керченский пролив были переброшены на железнодорожных и автомобильных паромах соединения ВДВ вместе с тяжелой техникой. О ходе главного этапа военных учений в Крыму министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему. Участвующие в проверке войска и силы переброшены на расстояние до 3000 километров и выведены на 18 полигонов. Усилена группировка войск в Крыму. Силы авиации и противовоздушной обороны к отражению массированного авиационного удара условного противника готовы. Прежде всего хочу отметить, что личный состав проявляет себя с наилучшей стороны, действует профессионально и подтверждает свою готовность надежно обеспечить безопасность России на юго-западном стратегическом направлении, включая полуостров Крым. Практика проведения подобных внезапных проверок должна быть продолжена. Мы с вами видим, что эта практика себя хорошо зарекомендовала, позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений. Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа, а также ряда соединений воздушно-десантных войск и военно-транспортная авиация, началась по приказу президента в понедельник утром. С 9 февраля, как отметил министр обороны, войска отрабатывают еще и практические задачи по локализации кризисных ситуаций, связанных с терроризмом и захватом важных объектов. Огонь из всех орудий. На полигоне Серноводская, Ставропольского края танки и пехота штурмуют позицию словного противника. По сценарию учений незаконные вооруженные формирования успели построить защитные укрепления вокруг своего лагеря. С воздуха атаку поддерживают боевые вертолеты и управляемые земли коптеры. Они могут зависнуть на целью так, чтобы военные видели ее, как на ладони, на расстоянии нескольких километров. Противник активно отстреливается. Взять неприятеля сразу не удалось. Пришлось окопаться и приготовиться к новой атаке. Перед этим сражением военные совершили 200-километровый марш-бросок. На поле ночуем. Находница в линдажах, в окопах. Поэтому все максимально приближено к боевому. В ходе этой масштабной атаки уничтожено более 500 различных целей. Военные прошли через всевозможные испытания. Преодолели минные поля, показали свои умения в маскировке военной техники. Командиры 18-й бригады вместе с командиром 12-й ракетной бригады проявили военную хитрость и приняли более целесообразное решение. Поэтому они получат отлично. А командиры 17-й бригады вместе с командиром 100-й бригады разведки получат оценку хорошо. Действовали уверенно и слаженно. В чем именно заключалась военная хитрость, командующий не уточнил. Проявить всю свою смекалку военным пришлось и на полигоне Аданак в Дагестане. В ходе совершения марша на колонну ротной тактической группы было совершено нападение диверсионно-разведывательных групп. По замыслу ротного тактического учения рота морской пехоты уничтожать незаконно вооруженного формирования. Сначала обороняться, а затем атаковать пришлось подразделение морской пехоты Каспийской флотилии. Черные береты должны были проявить свое мастерство и в создании противодиверсионной обороны побережья, а также десантирование с вертолета. Их главная цель – лагерь боевиков в горной местности. Атаковали одновременно с нескольких сторон, чтобы у противника не было шансов уйти незамеченным. Валерий Васильевич, сколько всего получилось личного состава кораблей и летательных аппаратов? В границах Южного военного округа, в соответствии с параметром Венского договора, участвуют в учении 900 единиц военной техники, 50 боевых кораблей и судов и 200 самолетов и вертолётов. Как отмечали военнослужащие, многое из того, что удалось отработать во время внезапных учений, приходилось делать впервые. Тимур Сарази, Виталий Каченко, Первый канал.